МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Городские встречи. В гостях у меня сегодня Евгения Крутенко, специалист по связям с общественностью, администрацией Нарязанского района. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте! Собрались мы здесь с вами сегодня по замечательному поводу. В Рязани совсем скоро начнется фестиваль с удивительным названием «В Рязани грибы с глазами». Что это такое? Этот фестиваль напрямую связан с развитием в нашем рязанском районе туризма. На самом деле у нас не так много каких-то исторических мест, которые в памятниках архитектуры. К сожалению, нет у нас и гор. Чем богаты, тем и рады. У нас зато есть замечательные, красивые места. У нас есть кусочек Мещерского леса. Где полным-полно чего? Грибов. Правильно? Грибов. Вот. Ну и, соответственно, у нас родилась такая идея организовать фестиваль, который называется «В Рязани грибы с глазами». У нас очень много жителей, вот они признаются, что далеко за грибами ходить не надо. Достаточно выйти за забор и найти под ёлочкой пару-тройку боровичков. Почему бы не использовать это? Это на самом деле очень интересно, потому что у нас люди очень любят заниматься. Наверняка у вас тоже есть знакомые, которые бредят вот этой тихой охотой. У меня есть знакомые, которые, например, даже любят просто собирать грибы, потом не знают, куда их девать. Вот. Ну вот специально для таких азартных, ну и не очень азартных, людей, вот у нас появился такой вот фестиваль, который... Мы поняли, что мы попали в самую точку, мы поняли, что он очень понравился людям, вот, исходя из того, что четвёртый год существования, и каждый год мы наблюдаем, что количество участников растёт, и география расширяется. Если у нас на первом фестивале в 2013 году у нас человек 300, наверное, у нас всего присутствовало, то сейчас мы уверенно подбираемся к тысяче, скажем так. Вот. И участники у нас охвата, географический охват у нас тоже очень велик. Если сначала мы приглашали людей с соседних районов, особенно грибных, как вот, например, Клепиковский район, то уже второй фестиваль у нас приехали грибники из Тверской, из Липецкой области, из Владимирской. В прошлом году к нам приехали грибники, кто бы мог подумать, но из Краснодарского края. Мы едем к ним за солнышком, они къедут нам за грибами. Так вот, Евгения, я пока не очень понимаю, если честно, участок леса, да, и тысяча человек. Где взять столько грибов? Грибов полно. На самом деле, даже если их не так много, как, например, в прошлом году было, то из-за этого даже интерес больше у людей. То есть, здесь уже не просто пойти и пособирать под кустиками грибов. Важно знать вот эти вот грибные места, важно знать, где растут именно грусти, где растут маслята. и такими знаниями обладают, конечно, можно сказать, профессионалы. Здесь на удачу попадаться, на удачу полагаться особо не приходится. И из-за этого дух соперничества, вот эти вот поиски, вот этот чемпионат, он особенно интересен. Представляете, когда, вот мы в прошлом году слышали, что многие говорили, да, грибов нет в лесах. А потом и когда на взвешивание приносили вот эти огромные корзины, когда принесли 30 килограммов грибов, ну что можно сказать, вот, кто умеет, тот найдет. Вот чемпионат, я так понимаю, это часть фестиваля. Да. Условно говоря, наш фестиваль, его можно разбить на две части. Для охотников и для тех, которые пушкуют. Да, любят, может быть, наблюдать за теми, кто охотится за грибами или просто любят отдыхать на свежем воздухе. Вот. Для первых с грибным чемпионатом, то есть фестиваль, он такой серьезный, он и начинается раньше. Вот, например, у нас участвовать начинают уже в 7.30, у нас отправляются первые, да, первые грибники в лес. С корзинами, все как полагается. С корзинами, да, между прочим. Проверяется как-то, чтобы с собой грибов не было? Конечно. То есть регистрируются, там выдаются номера, все проверяется и так далее. Вот. И, знаете, у нас очень такое строгое жюри, потому что они проверяют грибы, которые приносят участники. Ох, проверка, я хочу сказать, многоуровневая. То есть ни один лукавор никак вообще не проскочит? Не проскочит. Это раз. Во-вторых, у нас же разные номинации в этом грибном чемпионате, уж коль мы так подошли, будем, расскажу немножко о них. То есть у нас, конечно, чем больше человек собрал грибов, это первая номинация, а вторая, там нужно найти самый большой, самый маленький гриб, это тоже все понятно. Но у нас есть такая номинация избранная. То есть жюри проверяет, сколько в корзинке, например, боровичков, вот только одних боровичков, или лисичек, например. Кстати говоря, у нас есть еще номинация, приз достанется тому человеку, который, ну, новичок, который набрал, ну, по незнанию, больше несъедобных грибов. Вообще у нас фестиваль, он так устроен, что это надо очень постараться, чтобы уехать оттуда без приза какого-нибудь поощрительного. И самые маленькие, у нас грибники получают приз, и самые возрастные участники, и командный зачет, и самые удивительные, из-за знания каких-то особых свойств, гастрономических, целебных. То есть у нас была женщина, она приезжала из Подмосковья, вот она откопала в нашем Рязанском лесу невиданный гриб. Мало того, что она его нашла, не прошла мимо, так она еще рассказала, оказывается, он обладает целебными свойствами. И у нас специалисты, которые присутствовали, там, грибники, подтвердили вот ее данные. Вот она у нас одержала победу вот в одной из номинаций. Какие-то рекорды устанавливались вот за 4 года? Рекорды... Самое большое количество, например, собранных грибов в каком-то году было? Да, больше всего, пока собрали школьники, команда школьников Мурминской школы нашего Рязанского района, они своими силами вынесли 35,5 килограммов лесных даров. Обчистили. Почти, да. Вот. Самый большой гриб пока у нас полкилограмма, это был боровичок, у нас женщина обнаружила. Кстати говоря, еще одна номинация, даже если не найдешь гриб, ты все равно получишь приз за любовь к природе. Есть такая номинация. Есть еще замечательная у нас номинация, конкурс, называется «Я не грибник, я художник». Жюри обращает внимание не на содержимое корзинке, а на ее украшение. То есть достаточно просто взять корзинку, как-то ее украсить, так, чтобы у всех окружающих вызвало восхищение, и продепилировать. В общем, если даже грибов не набрать, единение с природой какое-то обязательно получится. Да. Что я могу сказать? Еще у нас по поводу времени, потому что есть у нас люди, которые любят поспать. Есть, есть. Ничего страшного. И они тоже могут получить приз, только если они станут самым последним участником, который зарегистрировался. А со скольки до скольки чемпионат проходит и где? У нас проходит, чемпионат у нас пройдет 24 сентября, начнется он в 7.30, а в 10.30 уже будут приглашать на взвешивание участников. Есть те, которые люди будут ждать всех до последнего, всех зарегистрируемых. Дальше вот у нас будет взвешивание, посмотрят содержимое, определят, распишут и кушать будут. И потом грибы. Обязательно. Фестиваль, как это вот на фестиваль, на такой праздник приехать и уехать оттуда голодными. У нас такой фокус не пройдет на самом деле. Ожидается, как обычно у нас традиционное блюдо это грибной суп наваристой. Могут всежелающие, если захотят как-то помочь. Я думаю, у нас повара пойдут на встречу и с удовольствием прямой помощи, например, почистить картошку или что-нибудь такое. Еще мы ожидаем, у нас будет кулинарный мастер-класс и вот всех гостей научат жарить картошку с лисичками. Заинтересовали и заинтриговали практически Евгения. Спасибо вам огромное. Телезрителей приглашаем обязательно на фестиваль, который называется «В Рязани грибы с глазами». Напомню, в гостях у меня сегодня была Евгения Крутенко, специалист по связям с общественностью администрации Рязанского района. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова